Приветствую коллеги, вот приехал Игорь Юхневич из Минска, будет покупать оборудование ТМАКС-405, я его искренне поздравляю и теперь его включим в деле. Ну вы сами станете свидетелями как это все происходит, как все показывается, смотрите, кому интересно. Игорь, привет! Что? Рассказывай! Всем здравствуйте! Ну вот я приехал, хочу новую технику себе покупаю, потом обязательно сниму, где мы ее и как будем применять. Как в работе, да? Да, хочу сделать немножко прорыв в отделке, но это будет потом. Сейчас вот куплю, приеду домой, разберусь. Отмоешь уже, чтобы был как нульцевый. И потихонечку будем отрабатывать методы работы. И все будем показывать. Обязательно. Кстати, очень мало видеороликов. Поляков, я смотрел по этому, по Максу, поляков пару штук, и так пару штук. А чтобы подробно с объяснениями, как такового нету. Как работать? Потому что у меня самого такой агрегат, только 506, я вообще не знаю, как им, что... Так храните секрет, информацию в секрете. Какой секрет? Никаких секретов! Люди хранят секреты всю жизнь, и секретами умирают. А смысл? Не надо, надо делиться... Ну, объясню так. Самый аппарат достаточно... А, смотри, ты тогда сбоку стоишь. Да, ну давай, давай, давай. Чтобы было видно. Аппарат достаточно очень простой. В эксплуатации, я Игорь уже показывал. Разделяются на три составные. Снимается отдельно рабочий механизм, бункер и колесная база. То есть, для транспортировки очень удобно. Шланги с быстросъемами очень удобные. Очень легко тоже снимается. Это все видели. Это рабочая часть поршневой. Уйди! На место! На место! Пошла в буду. На место иди! Кому сколько? Иди на место, Голи. Да что такое, а? Совсем уже разыгралась. Кому-то хочет научиться работать на аппарате. Это вот здесь поршневая система рабочая. Здесь, где стоят кольца. Заборная... Вот это вот заборный поршень. Здесь вот подача жидкости, там, или шпаклевки, или штукатурки на эти шланги. Где-то шланг мы поставили пока тоненький, который, ну, чисто так, чтобы продемонстрировать. Здесь два вида шланга. Основной большой шланг. Это дополнительно маленький. И на поводок, так называемый. Ну, так называемый поводок. И дополнительно сейчас у нас стоит... Да, кстати, напоминаю, мотоциклы еще не проданы. Так что... Еще катаюсь на них. Стоит сейчас просто... Почему один шланг? Потому что на пистолете стоит вот сопло. Стоит на безвоздушное распыление. То есть на шпаклевке. Вот эта вот система на шпаклевке стоит. На штукатурке здесь другая система, другое сопло стоит. Поэтому мы соединили один шланг. Этот шланг устанавливается, когда работаешь шпаклевками. То есть дополнительно подается воздух. Подключается он вот здесь. У меня, кстати, такого нету. Шланга нету. Нету. У тебя нету бонуса. Шланга нету или нету вообще? Не, а вот эта штука есть, но шланга не было в комплектации. Нет, это шланг граковский, фирменный граковский шланг. Это бонус, так называемый, который найти сложно. Здесь регулируется подача воздуха. О, крутая штука, я тоже хочу такое. Вот, очень меньше. То есть давление восстанавливается на компрессоре, а здесь регулируется в зависимости, какой факел может, какой насыщенность. И регулируется, выставляется и стоит однообразно. То есть, сейчас сделаем таким образом. Единственное, может быть, придется мне сейчас шланг надеть, если может просто через воздушную эту пойти назад вода отсюда. Поэтому я его поставлю, закрою. А, подожди, а тогда, если я штукатурю? Ну, в смысле, без... Одеваешь заглушку и все. А там заглушка есть, да? Нет, ну, сделаешь заглушку. Можешь этот шланг надеть, простую заглушку. Вообще, по идее, оно не должно сюда пойти. Ну, на всякий случай, я одену. Я потому что, я говорю, я без воздушной не работал. То есть, я шпаклевки не наносил, я наносил штукатурки. Поэтому, как он без нее, я, честно говоря, для меня сейчас это тоже будет первое. Но то, что попадает сюда раствор, это я точно знаю. Потому что здесь мы чистили от штукатурки. То, что раствор попадает, поэтому есть вариант, что он сюда попадает. Поэтому здесь закрываем, и оно сюда не идет. Вот, сейчас мы что делаем? Первым мы делаем, ну, накачаем определенное давление. Какое давление, это должно быть доработано? Рабочее давление в зависимости, какое давление тебе нужно самому. Что ты хочешь, скажем так, от него получить. Вот он накачал давление. Ну, как-то долго качал достаточно, наверное. Ну, воздух шланги, наверное. Да, ну да, шланги. Ребята, напоминаю, все в прямом эфире. Даже не готовились, как есть, снимаем. Еще даже сами не видели, как факел распыления. Вот это вот гречка ее подтянуть. Ну, потому что вода. Понимаешь, вода она очень жидкая. Ее просто подтянуть, она будет стоять. Это потому что вода. Шпаклевка, штукатурка, она тебе потечет. Это вот там, где на штоке я тебе показывал. На штоке ее нужно открутить. Фум-лента, лен. Да, да, да. Подмоток ее открутить обратно, и оно будет. Поэтому, вот видишь, давление, оно чуть уходит, он блок его поднимает. Но это из-за того, что вода. Система работы его. Ну, вот. Говорила мама, не писи про три метра. Вот он. Втроем. Не затянул я его. Надо было затянуть его. Труей он не дает вот сюда. Вот она с труей идет. Надо затянуть его. Нормальное давление дает. А? Говорю, нормальное давление. А поставь этот, этот самый, сопло, да. Сейчас я сопло, сейчас я его чуть подтяну. Где пришла? Твой пистолет. Ну, короче, готовься. Ремкомплекты надо будет на Лиде заказать. Уже, они, кстати, идут на ремкомплекты, на пистолеты тоже. Я уже говорил, Игорь, что не трать больших денег. Чтобы уже было как с нуля. Обслужить все равно надо. Ремкомплекты на пистолет. Там может какой-то ремкомплект, если там где-то что-то протекать. Я еще раз повторюсь, почему отсюда идет, потому что вода. Вода это такое средство, которое проходит везде, как воздух. При применении шпаклевки этого здесь не будет. Потому что плотность совсем другая. И плюс он, наверное, не затянут. Соплом, соплом. А ты пробовал свои? Нет, еще ни разу. Я даже не знаю, как тут делать. У меня даже шарика в комплекте этого не было. Как у вас, промывочного. У меня его нету. Ну, он, Игорь, с тобой поделится, да? А у тебя два шарика? У меня много шарика. Там у него много шарика. Ты что, серьезно? Игорь, а ну-ка, давай колеси. Мне нужен шарик промывочный. Вот, 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 будет качать. Видишь, уже подзабило его. Попала частица какая-то. Чуть-чуть уголок подзабило. Но смысл в том, что вот оно, видишь, подзабило. Поэтому, я говорю, со шланга попадает и то продавливает. То есть здесь, вон, видишь, какой ровненький. Вот он пошел. Выкачало и пошел. сейчас уже пойдет закончилась вода закончилась вода нет не идет идет ну то сюда на безвоздушку надо ставить заглушечку такую а они обыкновенные пистолеты эти что что компрессора с компрессора вот эти быстросъемные штуки которых чпок чпок обыкновенные ее заглушкой сюда раз отдел и надо на некую заглушку на эту вот в нее заглушку нет они есть с такими заглушками они же с клапанами внутри клапан назад не дает идти ее просто надел и все это здесь она без клапана это здесь он клапан стоит видишь но здесь она сделана за счет того что вот это закрывается уже руки замерзли вот это закрывается под делает подачу воздуха так-то тут клапан стоит поэтому ты любую насадку сюда надеваешь и она уже все она уже как заглушка то есть и ничего даже придумывать не надо а этот слышишь стояла какое сопло это 651 это именно на штукатурку ты где где его использовал на шпаклевку это на шпаклевку а у тебя вообще какие супы там есть да я толком не знаю наверное нет не не есть есть именно даже такая же модель тоже ты такой формы вот он видишь вот он шланги осталось не не там есть мусор ну не мусора есть частицы потому что они водой выкачиваются да она же промоется вон она видишь чуть воды да игорь химию все равно надо будет загнать и мы уже растворяется а какой химии ну типа кризал может будет денис геннадьевич нам что-то говорил какая-то химии есть которая расщепляет все этот штукатурки я тоже кстати чтобы тебе работать на шпаклевки тебе лучше промыть именно вот как слова говорит вот этими вот специальными химии химии удалить штукатурку потому что штукатурка шпаклевки это разные я кстати хочу сказать что есть вот этот обычная вода где-то видеоролик смотрел туда соли много-много соли кидает растворяет и в этой воде уже в соленой воде растворяется именно все все это грязь именно штукатурка и так далее поэтому здесь в пистолете сейчас я покажу что пропускает вот эти резинки резиночки да они видишь они могли подсохнуть со временем то что стоят я да ты уже закупил может быть даже не надо сейчас менять но я еще раз смазать я еще раз говорю вы не сравниваете вода и это самое и штукатурка и шпаклевка даже ведь это вот эти меня сидит на месте то есть ее аккуратненько пальчиками или чем-то поддел ее вытащил гнездо промыл в маслице и и смазать его хорошо игорь новое покупает не парься закажи новое это или может ли вы до старел потому что ему это как на запас но смотри со шпаклевкой она не пропускает штукатурку у меня не шла попробуй попробуешь если принципиально поменяешь они они ведут и резинки не денег ну тысяч сто сто пятьдесят может и 5 долларов думаю максимум она затянет да ну 100000 пускай лишь говорю да а здесь ничего больше не должно быть просто вот шайбой сюда да да здесь учается зажмешь и сильно скажу так здесь шайба сейчас стоит неродная потому что нет тут не зажмешь ты сильно тут потому что видишь вот еще одна шайба стоит внутри вот вот эта шайба она посадочная вот он внутри чтоб пасаны там из двух сделали с двух шаг мы подобрали сама родная шайба здесь была вот такого образца сделано то есть она была двухуровневая вот это просто она меньшего диаметра суда нужно просто верхнюю большего диаметра потому что искать перед они за подрезент она не из под резинок она пропускает из-за того что воду пропускает из-за того что видишь она она вот так внахлёст, то есть не прижмёт её туда, а прижмёт её сюда. Чуть большего диаметра можешь подобрать шайбу. Лучше оригинальное закажи и всё. Я думаю, будет наличие. Они с производства не сняты. Я вам серьёзно говорю, не тратьте деньги. Это очень большие деньги, которые не нужны. На сегодняшний день кустарный способ у нас работает гораздо лучше. И поверьте мне, вот она, видишь, просто она её подтягивает и прижимает вот к этому штоку. А если ты положишь сюда большую, она её просто притянет его сюда. А, теперь и я понял. Понял теперь, да? Оно шток притянет сюда, но не даст ему зафиксироваться за счёт той шайбы. То есть он его не зажмёт между собой. И поэтому будет движение. Плюс, смотри, Слава, я вот его сейчас затягиваю, да? Он на холостую, видишь? Давления нету, он крутится. Сейчас дай сюда давление, он уже так ты его не покрутишь, потому что вот та шайба прижалась к штоку. А так он, видишь, крутится. А пошло давление, он уже не даёт его так повернуть. Ну, короче, ты им нормально тоже поработал, перемаслал, будь здоров. Да. Он меня никогда не подводил. Я им нанёс шпаклёк, шпукатурки так достаточно, немало. Ага, ага. На одном объекте только я 15 тонн переработал. Ну смотри, совсем маленький кусочек туда нельзя вставлять. Игорь профессиональные советы даёт. Союз мастеров. Да, 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 да. Ага. Вот, это вот он снимается. Достаточно просто. Ага. Эта шайба тоже эти меняются, да? Да, да. Это капрон, обыкновенный капрон. Он меняется очень легко и просто. Ну, конечно. Вынимается так же отверткой. Сейчас не буду ковырять, но он так же поддевается отверточкой и сюда вынимается. Ну, и в нём замены нет. Здесь нет поворотных трущихся элементов. Он просто как уплотнительное кольцо здесь стоит. Поэтому оно всю жизнь будет служить и не потребует никаких замен и вложений. Вот, в принципе, достаточно очень просто он. Он такой простой, как веник. Да. Как и всё оборудование Грака. Да. Я бы сказал, проще марка. Проще, проще. Мне тоже можно. И он проще, и он надёжен. Тем, что он не требует столько. Тем, что он проще. Да. Знаешь, что в марках? Вот в марках, что вот эта там поршневая система. Там эти поршни, он терётся и ремкомплекты. У меня сейчас 395-й, и сегодня опять будут ремкомплекты подтягивать или менять, потому что уже что-то выходит опять из строя. Здесь даже пистолеты, то есть не пистолеты, здесь даже поршневая, совсем другая, не такая, как там в Грака. Да. То есть там вот, я тебе показывал, одно на поршне, одно вот это вот кольцо стоит большое, вот такое вот плотное, да. Вот оно. Вот, там вот такое одно кольцо, и оно такой большой гайкой. Чук, сорвал, снял её, его надел, гайкой затянул. Оно даже не имеет значения, затягивать, не затягивать. Оно просто вот должно быть вот таких размеров, один в один, и всё. Оно посадочное имеет гнездо, посадил, закрутил и всё. Маслицем смазал, воткнул его в поршень, затянул его, и он у тебя работает. То есть в цилиндр воткнул, и он у тебя работает, и всё. Это на марках 5-х, на 390-х надо специальной гайкой подтягивать до определённого там эти шайбы, набор этих колец должен быть, то есть их нужно затягивать правильно. Нужно в цилиндр его, сначала собрать поршень, потом вставить в цилиндр, потом потянуть, потом дать нагрузку, потом ещё потянуть. То есть процесс. А здесь достаточно просто. Снял, посадил, закрутил, воткнул его в поршень, и он у тебя работает. Вот. А что это такое? Шарики делать. А чего это? Есть ещё такие? Нет, это вот единственное средство. Обыкновенная пенка. Ну такая не совсем обыкновенная, такая интересная. Ну она такая упругая. И причём она, видишь, двухслойная, вот в середине ребро жёсткости потрогай. Ну она вот из двухслойных склина, да. Да. Отрежешь себе кусок. Да вон шарик ему дай. Да, шарик. Даёшь? Бери. Ребята, дали шарик. Здесь вот один у тебя рабочий есть. Здесь рабочий диаметр, по нему вырезали. А, вот уже есть, да, такой. Да, это мы, это мы сами всё вытачивали. Потому что родной, который Грака дали, он два раза почистили шланг, и он просто развалился. Оплатить за него деньги, как всегда. Это всё американцы придумали специально. Чтобы с русских димать деньги. Оборудование хорошее, удобное, но можно его, как говорится, заменять некоторыми элементами. То есть, вот это вот чисто для рабочих инструментов. Да. Сюда вот, там, ключ, там, то, сего, чтобы не разбирать постоянно этот. Так. Ну, здесь понятно, да. Ну, то есть, вот мы его выключили, то есть, нету тумблера дополнительного включать, выключать. Включается он только вот этим вот, подачей давления, регулятором подачи давления. Всё, больше он ничем не включает. Слышишь, а стабилизатор на него надо, не надо? Как ты работал на промышленных этих сам? Знаешь, Слава, вот такие работы, которые внутриотделочные, то, что я работал, то, что вы специализируетесь работать, это уже работается на 90%, скажем так, на действующих предприятиях это делается. Где уже стоит щит распределения, где уже электроснабжение стабилизированное, там уже проще. Это не стройка, когда куча там у тебя потребителей с непонятной мощностью подключается, и везде перепад напряжения. Здесь уже четкое распределение через щиток напряжения. Там я слышал, что только самое опасное, это старые, импульсные, вот эти старые сварочные агрегаты. Сейчас новые агрегаты, там нету этих импульсных скачков. Ну да, но всё равно, понимаешь, вот я, допустим, на больших стройках работаю, там работают у тебя, к примеру, даже вот сварщики работают, работают у тебя там дополнительно пару штукатурных станций, больших вот этих вот, работают у тебя там отделочники, электрики, монтаж, где-то они... И плюс напряжение, которое подаётся, оно же не идёт через распределительный щиток, оно идёт, то есть не через стабилизационный щиток, а через распределительный идёт. То есть пошёл вот, вот такую коробку поставили, ящик там, с разгрузочными шильдами, и всё. И на них там кучу розеток цепляют, у одного сопротивления там 5, допустим, 5 киловатт, у другого 15 киловатт, у другого 2 киловатта. И оно же всё на один провод садится, на одну фазу. И поэтому прыгает напряжение, не потому что там сварочная и друговая сварка, это как бы раньше такое было. Возьми любой компрессор, подключи, и ты увидишь, как он у тебя будет работать. Бук-бук-бук-бук, чуть-чуть большей мощности компрессор. Там не 1,8, там не 1,5 киловатта, а возьми даже 1,8 киловатта, он уже... У меня сгорел таким образом. Вот и горит почему, якорь горит, потому что... Год поработал. Ну и вот, смотри теперь. Сливается, вот видишь, остаток остался. Теперь что делаю, вот эту беру, всё. А, я понял. Даже его не надо поднимать, трясти, вытряхивать. Я понял, там он... То есть он уже сухой, отверстие, и оттуда всё вылилось, то есть всё. Как на бутылке пробка, видишь, такая фирменная. Раз. Раз. Можно просто здесь чуть больше потягивать или отпускать, чтобы она больше или меньше зажимала. Ну... Чтобы внутренность не высыхала. Да. Потом не оседали эти крошки, все эти моменты. И вот второй шланг. Большой. Угу. Вот он сколько у нас. Единственное, совет дам, работать будешь на шпаклёвках, закажи себе просто длинный шланг. Ага. Ага. Ещё есть один момент. Один момент. Можно. Можно попробовать. Даже вот этот шланг... Размальцевать? Делается что? Вот, видишь, он здесь откручивается. Ага. Он разбирается. Вот этот подобрать сечение шланга, вот эти вот гайки, не заказывать нигде. Обыкновенный вот подобный шланг, он армированный. Он даже не армированный, он просто армирован ниткой. Ага. Вот, даже видно, что он ниткой армирован. Просто выбираешь длину себе шланга, делаешь новую завальцовку, закручиваешь и не занимаешься вот этой ерундой, не заказываешь себе по 50, по 100 долларов эти шланги. Ребята, тонкости. Не, Игорь, если сделаешь, обязательно ты видео сними на эту тему. Смотри, если вот этот, он уже не разбирается. Видишь? Здесь ты его не разберешь. Вот он. Ага, я понял. Он просто завальцован и все, ты уже никуда не денешься от него. То вот этот, ты можешь вот его раскручиваешь, выкручиваешь здесь, какой угодно длинный шланг, вот и все. Если у нас в Бресте есть куча шлангов. Да, на автомобильных рынках может быть. Нет, Слава, у нас... Штукатурной станции кто-нибудь. У нас в Бресте есть здесь, в Северном городке, ребята вальцуют шланги разного сечения, разной толщины, то есть разной длины, какие угодно завальцовки делают. То в Минске, я думаю, там наверно раза в четыре больше их. У нас прям четко делают, я Граковские шланги у меня были порваны. Сейчас не буду отвлекаться, показать. У меня даже здесь один шланг, где у меня сломался он под гайкой. Там же пружина идет, типа усиление на стыках. Он у меня под пружиной лопнул. Я, ой, 150 долларов шланг. Подождите, мы шланг с собой к пацанам. Уже чуть дешевле, уже 130. Да, завальцовка, перевальцовка обошлась в 5 долларов. Мы перевальцевали, закрутили, все. А так покупаем новый шланг. Все, то есть вот если с этим шлангом, ну, проблема, ну вот он столько длиной здесь. Ну, в общей сложности метров восемь будет с этим, наверное. Ну да, я думаю метров восемь будет. Этот будет, сколько тут? Раз, два. Там, по-моему, даже в инструкции 8 метров я читал. Вот, и этот тоже самое, его лучше скручивать. Так, чтобы он... Короче, ты ему проработал агрессивно. Конечно. Что можешь сказать еще по нему? Что, вот как он, как он тебе выручал? Сколько, максимальная вот продолжительность работы? Сколько вот у него было, что там, например, 5 часов, 7? Нет, меньше 8 часов он не работал. Угу. То есть, приезжаешь на стройку, запускаешь, обед полчаса и вперед. Потому что всегда оставились сроки. Ну, такой вот, я говорю, один такой глобально большой объект был. Это вот погранпереход Козловича. Мы делали. Там сроки были. У нас с ним рассусульывать, раскачиваться времени не было. Нам надо было четко работать. Мы работали в две смены. Угу. Ребята делали за все время, что он работал. С ним не было никакой проблемы. Это он вот, вот здесь вот, на вот этом, вот этом креплении он, видишь, подбалтывается. Ну, так должно быть. То есть, он сидит для того, чтобы оно было оно. Угу. Право-влево. Вот. А здесь какая-то пробка на этом? Да. Здесь пробка, вот, чтобы не попадала туда пыль. Где она у нас? Вот она. То есть, ты когда транспортируешь, чтобы грязь не попадала. Ну, я не знаю, в такое сечение шланги какая грязь может попасть. Кирпич туда засунуть. Но с другой стороны тоже правильно придумано. Поставлена пробка, чтобы мало ли у тебя не попала сюда какая-нибудь зараза и не попала туда в поршню и не побила тебе позже. Вот, вот он готов к компактному транспортированию, то есть сборному состоянию. Сейчас можно его разобрать и по... А, это тоже так было. По элементам. Это да, это все, все как должно быть. По элементам можно его запустить. Колеса накачаны и транспортируется. Взял и потащил. Все. Понятно, понятно. Вот он, ну он работает, я говорю. Сколько я работал, никогда не подводил. Работает четко, наносит. Единственный момент, когда первоначально начинаешь с оборудованием работать, всегда... Фу! Оставь оборудование в покое. Всегда сложности появляются. Потому что надо понять, как выходит состав сопла. А как сделать факел специально, ну там определенного угла там или определенного радиуса. Какая текстура должна, не текстура, а какая насыщенность какая должна быть. Вот с этим моменты, ну когда к этому привыкаешь, уже он идет у тебя как по маслу идет. Вот это первый момент, и сейчас тебе нужно будет ознакомиться с ним, то есть поближе. Ну да. Я тебе показывал. Она регулирует все это, подачу там. Даже вплоть здесь до того, влияет, скажем так, качество покрытия. Насколько ты правильно разводишь состав. То есть насколько ты подготавливаешь изначально состав, насколько у тебя это зависит, как он у тебя ровно ложится или как ты его ровно будешь наносить. Если марками мы работаем, лакокрасочные покрытия наносим, они уже готовы, сунул у него шланга, закачал, красишь и все, то это штукатурные работы, отделочные, штукатурные, шпаклевочные работы, они как бы имеют другую специфику. Ну а в принципе, момент простой. Все, а теперь перейдем к чаепитиям праздничному. Да. К завершающему. Не, ну попьем чай, правильно же? Конечно. Сейчас только я супер. Да, напомни, что еще остался, что осталось в продаже? Один 390 ушел. 390 ушел, остался второй 390 со стабилизатором. И 695, но я его еще не собирал. Вот Слава мне помог с пистолетом. У меня были моменты с пистолетом. Слава мне помог. Пьешь мне пистолет, мы с ним ченч совершили. Да, да, да. Вот. Ну и теперь я закажу, сейчас придет мне этот датчик давления, я его соберу. И будет тоже в рабочем состоянии, готовый к работе. Да, но это хороший агрегат. 695, да, со смарт-контролем, системой самоочистки. Это агрегат. Хороший. Небольшой, производительность такая оптимальная. Вообще очень такой удобный. О, колесик. О, мне нравятся эти. Понятненько, понятненько. Так, теперь мне надо здесь. Сейчас, Игорю тогда помогу. Игорь, я тебе вот эту вот. Ага. Что Игорь, давай загрузим это все, поможем загрузить. Сейчас ты тут сам. Так, сейчас я мотоцикл поставлю. Держи. 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 Ну что, Игорь, что можешь сказать? Ну что, надо ехать и приезжать домой разбираться. Запускать бы быстрее. Не работать. Я бы на твоем месте полностью, я свой буду полностью обслуживать. Полностью. Там я знаю, что у меня стоит нормальные ремкомплекты, но я все равно. Заменишь все? Все заменю. И ремкомплекты на пистолете, и ремкомплекты основные. А у нас одинаковые они идут или у тебя другие? Другие. На пистолете, наверное, у тебя такие же. А, на пистолете я не могу сказать. Три модели. 405-я, 506-й и 657-й. У меня есть еще что есть в Граковском? Ни у кого, наверное, такое. Я даже, ты знаешь, на русскоязычном пространстве нигде не нашел даже этот G-Force. Тебе, наверное, по спецзаказу его высылали. Нет вообще никакой информации о нем. Я заказывал его в Питере. Я говорил, что мне нужна хорошая машина для снятия старых покрытий. Ну, то есть чем смывать? Вместо пескоструя. Раньше стоял вопрос о пескоструе. Но пескоструям снимать штукатурки было со старых бетонных плит неудобно. И я вот подбирал себе такую. И вот в Питере к ребятам обратился и говорю, что мне нужно что-нибудь типа Керхера, но только помощнее. Ну, мне дали. Вот я Славе, там на прошлом видео у Славы есть. Нулевым соплом вот этим вот. На красном кирпиче буквы писать можно. Да? Вырезаем. Да. Вот этим пятнадцатым вот оно сейчас здесь стоит. Машину если мою, сейчас где-то жук попался. Краску прям до металла сбивает. То есть опасно мыть машину. Это конкретно под объект надо брать? Где вот конкретно мощный? Я его конкретно и брал под объект. Мы в высоком делали баню. Там модернизацию бани они делали. Высокий. Каменецкий район. И у них старые плиты, ребристые плиты были такие. Они применяются как плиты покрытия, но их применяли как перекрытия. Там одноэтажное помещение, чердак отделяли ими. И стояли, лежали старые плиты. И на них была старая вот эта шпаклёва, штукатурка. Безвестковая побелка. Безвестковая побелка. Безвестковая побелка. Это такое все корявое. И у них требования там подняли, что нужно сделать огнезащиту, чтобы было нормально. Мы вот этим вот аппаратом, Максом 405, мы им наносили эту штукатурку огнезащитную. И сверху с 390-го потом наносили отделочную эту, как ее. На водной основе тоже краска была. Она водоотталкивающая, мы ей красили потом поверху. Мы как пришли шпателями, там порядка где-то 1200, 1000 квадратов, около 1000 квадратных метров. Слушай, не хилая баня, а там что, солдаты мылись? Нет, так там не просто парильное отделение, там же и раздевалка, и где там типа бильярд у них там стоял. А, то есть целый комплекс? Да, да. Душевые. И мы шпателями думаем, у меня 6 человек было туда людей. Шпателями, представляешь, это ковыряет все. Что делать? Я привез эту штуку. Мы как дали, там чуть ли начали, чуть ли плиты не начали разваливаться. Ты можешь за водой, да? Да, он водой, но он 169 атмосфер выдает воды на выходе. Он держит 169 атмосфер, валит, что сумасшедший. Ну, хорошая вещь. Я его покупал у меня... И он что, бензиновый или нет? Да, хондовский мотор, бензиновый привод у него. Кстати, на Граковском оборудовании все ставятся только хондовские моторы. Да, только хондовские моторы ставят на Граков. Это стоит у меня арель типа, ну это я машину мою. У меня там машина, а я мотоциклы не мою. Не мою. Когда поездишь, там набьется всякие гадости. Так, телефон. Давай загрузим, сейчас. Ой, такие вот дела, ребята. Сейчас помогу Игоря загрузить. И поедем. Так. Что, чай попьем? Ну, смотрите сами, я сейчас же мне предупрежу. Вы пили уже с Игорем чай? Ну, я бы тоже не отказался. Только у меня уже к чаю, наверное, ничего нет. А, ничего страшного. А, блин, карманов нет. Кстати, очень удобный забор. Мы там с собой потом присутствуем. Там еще некоторые моменты по 390-му, по 695-му. Да, да, да. По этим датчикам ты мне... Проконсультируй. Да. Слышишь, вот эта обычная доска, сколько лет у тебя уже вот так вот и сделал? Три года. То есть нормально, не жалуешься, отлично все? Нет, это я сам делал забор из подручных материалов. Угу. Мне нужно было въехать в дом, я сварил сам ворота и мне нужно было отгородить вот эту красоту, чтобы собака туда не ходила. Да, да, да. Это я на оскоряк придумал такую... Так по-быстрому придумал из того, что у меня было. Ну, нормально смотрится, затонировал красивенько все. Ну, как бы... Это все делал быстро, видишь, где-то что-то отличается. Я говорю, надо было сделать. Я даже не доусовершенствовал, просто сделал. Эти вот скобы с простой арматурой мне кузнец знакомый сделал такие, наковал, типа как петли. А ты знаешь, по перспективе можно даже выше и, как обычный забор, даже выше делать. Да, да, да. Получается. Нет, с этой стороны. Вот отсюда вот идешь. Собака-барабака. С той стороны это когда вдвоем загружаешь. Открывай. Собака. Вот здесь назад его вести неудобно, потому что вот об эту всегда стукаешься надолго. Об него стукнулся очень-очень больно. Поэтому толкать всегда надо вперед его. Так, значит, ты заходишь вперед, ставим колесами. Ну а вообще на перспективе можно разбирать и самому это все делать. Это просто Игорь решил целиком его поставить. Он не уйдет у тебя целиком. Видишь? Да я уверен. А слышишь, а если положить на бок? На бок, боком, боком. Нет, лучше его давай разберем вперед. Да разбирать намного не будем, мы сейчас быстро разберем. Вот Слава продемонстрирую на видео. А, давай, 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 давай. Вот открутили поджимную гайку здесь на бункере. И вот мы сняли рабочую часть. Это можно даже на сидушке может быть, Игорь? Это куда тебе удобнее. Чтобы этот самый. Здесь мы снимаем бункер. Тоже откручиваем его. Вон там внизу. И еще один момент такой же, как на рабочей части. Тоже берем пробочку, для того, чтобы у нас тут не вытекало, не затекало. Затыкаем. И все. Теперь снимаем бункер. Сначала, наверное, этот. Тележку. Да, тележку. Бункер-то влезет. Бункер нормально все. Не тележка войдет. Ее на бок ложи. А, Игорь. А, ну, вообще-то. А, закроется этот самый багажник? Закроется. Вот так вот. Стоит. Стоит. Чего? Можно? Может просто положить, нет? Можно так. Ну, я не знаю, если у Игоря багажник строится. Игорь, короче, следующая покупка бус. Тебе нужен бус. Нет. Если бы его на бок сейчас вот так вот положить, он бы лег вот так вот буквой Г сюда. Да я тоже. Давай, давай на бок. Вытаскивай бункер тогда теперь ты. Да. Тащи на себя. Все, смотри, вот так вот. Я знаю, что Игорь хотел посмотреть, как ты его отмоешь, и обязательно с тебя видео, как ты работаешь, и со всеми тонкостями. Будет? Будет, конечно. Ребята, вы все слышали. Будет. Видео будет. Игорь обещал. Ложи. Вот, ты говоришь, бус. Все, достаточно. Так. Так его лучше. Как вот так? Ну, может так, может на ту сторону. Как вот тут? Можешь так оставить. Вот так, стой. Нет, подожди. Чтобы под стекло не ударилось просто. Ага, вот так, да-да-да. Все, все, отлично. Ничего не отлично. Все, и это даже сюда можно. И тот, чтобы, да, чтобы там не упал, он внутри не прокинулся, не почему. Его ж можно на ток лазить, да? Да. Да он будет так. Лучше шланг наоборот будет здесь. Так. Все с упором. Все. Ну, давайте это дело отметим. Пошлите пить чай. Пошлите. Чайку попьем и поедем уже. По-моему, не пить? Да. Так что. Пойдем. Пойдем пить чай. Ага, пошел. Я вот тоже хотел бы очень, конечно. Земля к себе тянет. А вот вы говорите за землей смотреть надо. Что там постоянно косить? Что там именно? Ну да. Вот передний двор ты видел, где Туя супруга у меня там? Да. Да я вот сидела. У нас было, у нас ничего не было. Что там на руководила, мы там все посадили. Ага. Подкармливать это. А вы свой огород не держите? Вы только есть огород там? Клубника, лук, петрушка, базилик, кабачки, земляника. В двери сзади видно. Сад посадили вон. Не огород. А сад что посадили? Яблони, груши? Яблони, груши, персики. Вот это у вас голубика. Ага. Там клубника, земляника. Там вон перекопано за беседкой. Там вот они сажают морковь. Ижевику, смородину. Там вон остался каркас от Серафима батута. Ага. Батут у него. А там вон он. Курли там дальше. Курли. Тут вот площадка планируется в дальнейшем сделать из дерева каркас такой я хочу сделать. Да, да, да. Тоже 50% наверное буду сам делать. Ну каркас выставим, а наверное... Каркас может выставят, ребят, потому что один я не поставлю. Тут надо будет балки ложить. Да, физическая сила надо. Двухсотку наверное надо будет ложить. Я просто ее физически не подниму. А перила надо крышу... Ну потом уже все сделается. Зато будете жить уже, как говорится, пожевать и добра наживать. И поедете уже по Европе. Ты знаешь, Валва, вот я тебе проще скажу, скажи Лена, сейчас мы это сделаем, потом надо будет типа сарайчиков пристраивать, банька там. Это новое-то всегда что ли? Это уже до конца жизни надо будет сделать. Да. Нет, так у нас трое детей, ребята. У Ано сейчас выпускной в этом году в одиннадцатом классе. Ваня в армию с армии приходит. Малому в следующем году в первый класс. Это бесконечный процесс. Да, 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 да. Так, ну футус считаюсь. А ну футус. Веке надо достраивать, докупать мебель. Встал, вот хотим сюда камин поставить. Хозяйка. Саши давай рассчитай. Ну, считай. Я пересчитаю. Это что? Сал, не показывай только всё. Да, да, да. Это для вина или для пива? Это для чая? Всё понятно. Вот чай, пожалуйста. Давай, давай. Как это так? Не снимай? Не, я не снимаю. Не снимай. Не пересчитывай. Я снимаю с себя. Любую с собой. Ладно, всё, выключай. Это уже нет. У меня чуть больше налогов. Вот. Но, как бы, я показываю свой доход. А то и нядя доход не показывает. Он пару раз заплатит налог, а потом его начнут уже трясти, где он деньги берёт. Ну да. Вот такая штука. Это, конечно, страшное дело. Не, я понять не могу, зачем это всё придумано, зачем это сделано. Это нас просто натуральным образом с нас бабло трясут. Ну а как по-другому? Мы ничего не сделаем. Это на уровне, это рэкет на уровне государства. Не, ну посмотри. Ни в одной стране нету тунеяса. Есть пособие по безработице. Так, мы-то в том-то дело, что мы налоги платим и покупая продукты, покупая какие-то вещи, там 20 или сколько, или 25 процентов. На которые накручены налоги? НДС. У нас есть налог на добавочную, это НДС, а ещё есть налог на прибыль, который все включают в стоимость товара и платят этот налог. Мы один только НДС за каждый товар платим, который идёт в государство, просто с ниоткуда. Я не знаю как сейчас, раньше был ещё налог, налог просто на торговлю, это 10 процентов ещё. Вот, получается НДС, потом налог на торговлю 10 процентов. А вообще если вот, ну я не знаю, я раньше торговлей занимался, получается товар заводишь из-за границы, он поступает на склад, ты уже 50 процентов налогов заплатил с него. То есть купил за доллар, он уже стоит полтора, вот, а потом уже ещё в продажу запустил, там ещё этих налогов. Да, там ещё и, короче, на одних налогах только у тебя стоимость. Там получается 100 процентов стоимости товара уходит на налоги. То есть я купил за доллар, если я продал за два, то я ничего не заработал, только налоги оплатил и всё. А ещё мало налоги, ты ещё пошлину сначала заплатишь в три раза больше? Ну тогда, да, пошлину зачем? Завозимый товар в три раза больше. Мы завезли товар, стоимость 25 центов. Мы пошлину заплатили 0,7 центов, минимальную. В три раза. За что, спрашиваются, за что я тебе плачу пошлину? В три раза больше, чем стоимость товара. А ещё, если я не подтверждаю стоимость товара, своего по 28. Да, я поеду к вернике, извиняюсь. Она меня ждёт. Хорошо. Если что подстрахуешь, малого заберёшь, хорошо? Хорошо. А ещё они применяют свою оценочную стоимость, которая составляет не по 0,7, как мы заплатили, а от 0,7 ещё в два с половиной раза больше. То есть 1,66. То есть они определяют стоимость этого товара, который мы купили по 25 центов. И у нас есть контракт, у нас есть оплата, безнал. Мы не поехали в Польшу, на рынке купили, привезли в Тихарскую и здесь, типа там продаём. Мы заключили контракт, перевели деньги. До свидания. Пока. Перевели деньги, оплатили. Чувак там, в Польше, заплатил с этого налоги, как положено, производство, отдал нам это. Мы сюда привезли, мы у него по 25 центов купили, а наши считают, что оно стоит у нас 1,66 долларов. Скоро будем существовать, чтобы жить. Мы скоро будем, мы скоро будем, я тебе говорю, они скоро у нас отберут всё, что у нас есть. Если этот мудак останется, по-русски говоря. Он уже остался. А, он уже остался. Он у нас отберёт всё, что у нас есть. Дома, все приватизированные квартиры, он всё заберёт. Он скажет, не можешь платить тунеяство, значит твою квартиру забираем в счёт оплаты. Саша, но с другой точки зрения, я тебе хочу сказать, не только сейчас у нас такая жопа. Да нету нигде тунеяство, везде пособия по безработице. Ну так ещё ж никто не наказывает за тунеяство. Вот когда начнут, тогда и будем что-то говорить. Когда начнут, уже будет поздно. А белорусы мы всегда сидим ждём, вот когда начнут. Вот такие белорусы. Не, жопа сейчас везде. Жопа сейчас только в Америке. У них всё. А вот в Испании было всё, всё закрыто. Магазины, бутики закрыто. Нету, не покупают люди, нету работы. Ну естественно. Работают одни русские за вот такой вот зарплат. У одних америкосов не жопа. Ага, у них тоже. Они по всему миру только воюют, террористов. Нет, в Америке там они. Я думаю всё хорошо у них. Ну у них так же я скажу, как и у нас. У них существует пару городов таких хорошо. Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас. Всё. Ты же посмотри, на слуху-то только три города. Как у нас Питер, Москва. У них Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас. И то Нью-Йорк он так себе. Торон, Торонто ещё у них в порядке там всё. Ну, в основном на языке у них, в основном у них вот три города. Лас-Вегас сам по себе город, казино. То есть там нельзя быть бедным, скажем так. Лос-Анджелес это у них вообще там красота. Они там курортники, одни миллионеры там живут. Ну а Нью-Йорк там это город-мегаполис, город-столица. Всё. Остальные прилегающие. Да даже у них в том же Нью-Йорке, посмотри, у них есть районы эти геттовские, шметовские. Там беднота, нищета. Туда даже полиция не ездит. У нас в Москве, допустим, есть нищие районы, да. Я в Москве был сейчас у товарища. Разделено север и юг. Даже не разделено. Восток-запад, север и юг, всё. На юг заезжаешь там одно уровень жилья, на север другое. Центр у них даже не рассматривается. Центр это у них центр, это у них вот... Садовое кольцо. Даже меньше, чем Садовое кольцо. Это вот, ну... Как, типа, не крещай, как же это улица-то называется. Ну короче, вот самый центр. Мегаполис вот этот их, Москва-Сити. И вот это вот поближе всё. У них там совсем другой уровень. Арбаты, Миша. Ну, Арбатский, да. Там... Там, да. А заедь на север там пипец. Ну, хотя у них север можно сравнить с нашим Минском. То есть вот у них заезжаешь, как будто в Минск попал. А заезжаешь на юг, ну, я не знаю, с чем сравнить. Ну, там, с какой-то Европой. А в центр заезжаешь, ну, это вообще я даже не знаю, с чем сравнить. У них заезжаешь, у них машины Cayenne последнего года, там, 2016-го, которые ещё не выпустили, уже стоят. Мазерати, Ламборджини, Бугатти, машины. Если там Хаммер, то он натюнингованный двухэтажный, там, 12-метровый Хаммер. Там... Вот у меня товарищ снимает хату, платит за неё там 800 долларов. Однокомнатная квартира размерами вот с мою кухню. Квартира. Туалет, ванна, кухня и комната. Что не хило, да, 800 баксов, да? С лоджией 800 баксов платит. Нет, кроме кухни, вот кухонька вот так вот. Плита, холодильник, раковина. Ну, кухня вот такая вот, как вот эта вот у меня сейчас. Так вот сколько он должен зарабатывать, чтобы он так много епл? Так вот я говорю, сколько он должен зарабатывать, чтобы платить 800 баксов вот за такую хату? А сколько платят за хату, которая, ну вот, 100 квадратов? У них же квартиры есть, вот как мой дом. У них квартиры есть. Сколько человек должен зарабатывать? Если, извини меня, мы заходим там к его одному знакомому, он там совладелец одного изданий, Москва-Сити. И он говорит, блядь, Олег, сейчас тяжело стало. Я смотрю на это здание, думаю, сколько оно миллиардов стоит? Он, тяжело ему стало. И Олег мне говорит, если он сказал, что тяжело стало, то я не представляю, как нам жить. А с другой стороны, я смотрю, мы возимся вот 200 долларов, 1000 долларов, заработаем там на семью. 20 долларов. Ботиночки, покушать купили, там квартирку прикупили или домик, там в домике что-то потихонечку строим. И нам хватает, и мы счастливы. Да. И я считаю, что это нормально, чем когда человек сидит, вот Санта возьми, может за машинский Саша, да? Сколько денег у человека, вот куда ему их девать? Вот сколько, у меня всегда вопрос, сколько тебе надо, чтобы ты ни в чем не нуждался? Что человеку надо? Кушать спокойно, питаться нормально, согласен. Одеваться. Жить в хорошем жилье? Согласен. Иметь машину? Согласен. Одеваться без проблем? Согласен. Чтобы дети учились? Согласен. Согласен. Ну и что еще? Сюда добавить. Ездить, отдыхать. Ну, два раза в год. Это вот так, ну... То есть это... По-хорошему, если так. Да, по-хорошему. Шесть, шесть критериев. Правильно? По которым человек должен жить. Все остальное, это уже, ну... Мшелоимство, я называю. Дом. Ну вот, вот это дом. Я вот сейчас, вот у меня трое детей, сейчас вот малень... Это хорошо, у меня сейчас маленький пять лет. Это мне его еще лет пятнадцать растить. Я его пока через пятнадцать лет выращу, мне уже будет шестьдесят девять. Понимаешь? То есть я уже буду ходить тут с палкой, там, или как, там, сынок, там, сарайчик, мне выдели место. А по-хорошему, вот, сын сейчас уйдет, дочка замуж выйдет, он один останется маленький. Кому вот эта территория нужна? Это когда много детей, пока они не выросли, не побежали в разные стороны, да, нужны комнаты. А потом этот дом надо продавать, кому его оставлять? Нет, ну вот ты, может, сгорячал и сказал. Нет, я к чему? К тому, что потом он тебе не нужен. Я к тому, что вот они строят, вон, двухэтажные, по десять комнат. Как Гаев у меня говорит, вот раньше там отцы собирали, вся семья должна жить вместе. Я говорю, жить вместе, согласен. Построй дом, как пятиэтажка, вход на первый этаж, общую лестницу, на один этаж твоя, второй этаж сына, третий этаж второго сына, пятый этаж четвертого сына. Да, у каждого своя кухня, только вы собираетесь, как соседи вечером на заднем дворе, семья или там огород держите вместе, бизнес ведете, но каждый на своем этаже живет этот день. Ну как я заведу дочку, она с зятем будет жить в той комнате, сын у меня с женой будет жить в этой комнате, я в этой, маленький там. Кого? Я с женой люблю походить голой по квартире, ну скажем так, в трусах. Ну перед своими детьми я могу походить в трусах, да? Придет у меня невестка, как и перед невесткой буду ходить в трусах. Как моя жена выйдет, ну перед сыном она ходит там в лифчике, ну в трусах, да? Перед сыном она может выйти. А как она выйдет, извините меня, перед зятем? Искушение? Вот и все. То есть уже мы не можем существовать в одном пространстве, правильно? А все время вставать и думать, вот мне надо уже напялить на себя кольчугу, чтобы меня не увидели. Ну то есть это уже как бы есть стеснение. Силы характера, то есть разные такие на кухне. Плюс на кухне, первое столкновение, жена, дочка, невестка, три хозяйки на одну кухню, начинаются проблемы. Потом они между собой что-то не поделили, в той комнате выясняют. Я это вижу, я начинаю ссывать свой нос, правильно? И тут одно за другое цепляется, пошло и поехало. Алло. Привет. Дома? Я понял, что... Но попозже можешь перезвонить. А что такое? Тебе уже ехать, наверное, надо. Я поеду тоже. Не, ничего, я тут спрашивал у народа. По поводу? Панели. Что за панели? Буду монтировать. Такие, сейчас тебе покажу. Ты вконтакте? Да, вот они. Короче, такая 3D-панель. Так слышишь, умеет Саша Ливанюк дело. Могу тебе телефончик дать, он этим занимается. Дело, говорит, вообще классная штука. Ну вот такая, это вот просто нарисовала дизайнера конкретно эту квартиру, 3D-шку. Эту новую ты квартиру взял? Ну, логик. Ну, как, она небольшой объем, мы быстро взяли. Я тебе дам телефончик, человек вам тебя подскажет, он занимался этим. По поставимости подскажет, да? Нет, не по работе, тонкости при работе. Нет, по работе я знаю. А, по цене? Да, по цене, по цене. Потому что здесь проблема какая, что вот эти все элементы, ну, обычно она идет квадратами, как плитка, а здесь она идет вот этими элементами, понимаешь, из этих вот, как мозаику складывать надо. И как это считать, я вот не знаю. Я тебе скажу так, или дневку считай, или час работы. У меня вот знакомый вот этот Кирилл, у него 10 долларов в час. Нет, так это стандарт, 10 долларов в час это стандарт. Ну, я просто не хочу так считать, честно говоря, я, ну, не люблю так считать. Потому что начинаешь так считать, ты просто из заказчика деньги высасываешь, и все. Никакого стимула это все сделать быстро. Да, сделаешь хорошо, аккуратно, но спешить никуда не будешь. Из заказчика мелочи. А, кому же говорить, мы по европейским нормам работаем. Да. Ну, вот, все-таки посчитать как-то надо, ну, по самой работе. Ну, вот москвичи написали, что, типа, 25-30 долларов в квадрат. Ну, не знаю, мне кажется, что это мало. Я тоже так думаю. Я думаю, что это вот... Кто-то за плитку берут такие деньги. Ну, это около полтинника должно быть как минимум, мне так кажется. Ну, смотри, по этому, во-первых, сколько материал этот стоит, ну, сама сколько этот, чтобы, если вдруг что, чтобы ты понимал, и финансовая способность заказчица или заказчика. Если есть возможность, ну, ничего не скажу, смотри. Я, честно говоря, не занимался, желание есть, но не было у меня таких заказов. Так что. Слушай, а что ты говорил, какие-то хитрости там тебе парнишка рассказал, Кирилл? О, кстати, я не помню, про какие именно хитрости, а про что именно. На какую тему. Потому что хитрости у меня куча. По малярке. Кстати, Серёга продаёт бункер, сотка. Если хочешь, можешь сегодня ещё забрать бункер. Какой Серёга? На Борисенко. Бункер на Гракомарк. За сотку продаёт? За сотку отдаст. Он же в Америку уезжает. Что за сотку продаёт? Он уже уезжает жить в Америку? Я не знаю, честно скажу тебе. Это вот этот Серёга, который в часе. Борисенко, да. А у него с роликами или без? Бункер самодельный. А, самодельный. Ты не видел видео? Можешь посмотреть. Не, не видел. Посмотри на канале. Если есть желание, можешь забрать. Сотка. Там один бункер стоит. Я думаю, даже, может, ты ещё сторгуешься за 90. Потому что он мне говорит, Слава, если поможешь продать, я тебе там пятёрку-десятку дам. Я говорю, ничего мне не надо. Если кому надо, так возьмёшь и всё. Готовы, рабочие они офис сделали специально на колёсиках. Если есть интернет, можешь посмотреть. Сейчас я туда посмотрю. Чтобы тебе уже... Потому что я звонил на Лимекс. Штука баксов. Нет, так я знаю. Уже всё. Тогда, когда было возможности... Так самодельный, он из чего сделан-то? Из мусорки. Такие большие. У тебя есть интернет здесь? Набери YouTube, посмотришь видеоролик. Угу. Они даже не приняли от него заявление. Набери в YouTube. Серёга, слышишь? Ты ещё бункер не продал. Ну, тут человек приехал, может подъехать посмотреть. Если всё устроит, то может и заберёт. У тебя же Марк пятый или седьмой? Пятый. Пятый. Набери Борисенко Сергея. Борисенко Сергея. Сейчас он посмотрит по видео, если что-то мы подъедем. А он где? Ты сейчас дома, нет? На работе. А ты где? Ты сейчас на работе, дом? А, ну хорошо, если что-то мы подъедем. Сейчас он глянет. Тут просто человек приехал. 405-й ты Макс покупал. Вот купил уже. Я про твой бункер рассказал. Вот. Так что он сейчас ещё глянет. Добро, будь на связи, если что. Давай. Видео. Это видео. Дай-ка я посмотрю. Ну, это его канал. А, он и не выкинул, не забрал. Дай-ка я сейчас посмотрю. А. Нет, он не сделал. То есть, у меня, значит, на канале оно лежит. Такая-то она. Давай, может, кто из нас первый дозвонится. То есть, он сейчас Ферос продаёт вообще, в принципе, да? Да, у него и Марк 10 продаёт. Так он, типа, собирается уезжать в Америку, типа, я не знаю, если ему понравится, может уехать. А едет сейчас работать туда? В Нью-Йорк. Работать? Я только не знаю, у меня просто звука нет. Он там говорит, есть видеоролики. Сергей Борисенко наберёшь, он про это рассказывает. У него мать в Нью-Йорке просто живёт. И больше туда не поехал. Ну это ж как кому? Он помогал там детям дом строить, он прислал большие бабки. Дети жили, скажем так, в сарае. По-другому это не назвать. Времянка на две комнаты и туалет на улице. А в Нью-Йорке там? Нет, нет, здесь в Бресте, на вычелках. Он им денег столько прислал, что они вот примерно вот такую вот гаргару вывели, вот как вот это горчичного цвета слева. Вот примерно такую гаргару они выстроили, и всё, они даже её не достроили. И он закончилась, типа, там, работа или что, и он оттуда уехал. Уехал, приехал сюда, и всё, и вышел в Америку. Либо не пустили, либо не поехал, либо его депортировали. Я так и не понял, что там произошло, но он вышел. Ну, там тоже не особо, там понятно, что Америка, но у нас тоже можно жить. И это мы, я не знаю, я не хотел бы эмигрировать никуда. Я тоже. Здесь можно жить, можно жить. Хватает на хлеб с маслом, где-то куда-то отдохнуть можно. Вот лежу, я почему говорю, вот эти шесть критериев человеку вполне достаточно. Мы вот сейчас с супругой, я говорю, вот, ну, дом просто мы взяли этот, потому что у нас трое детей, нас пятеро. Ваня пока ушёл в армию, Златкая, вот с нами живёт, Серафинка. Нам он ещё полезный. Там дальше я, вот я тебе говорю, в Грушке есть деревенский домик. Вот я думаю... В Грушке, как назвать? Малоритский район. Деревня Грушка называется? Не слышал. Там деревень, старый домик деревенский, вот там. Ой, хорошо, а когда печку затручешь. Два стойных гектара земли. Ты там сад можешь разбить целый. Так я его и брал с учётом перейти на агрохозяйство. Но переквалифицировать пошли вот в мясную промышленность. Почему я и ушёл отсюда? Я пошёл в мясомолочную промышленность. Ребята на России решили завязаться этим. Мы решили взять в аспект сотрудничество между Россией и Белоруссией. Я поэтому как бы... Надо развиваться. Решил, что больше не буду заниматься этими вопросами. Потому что если я буду и туда, и сюда дёргаться, у меня в конечном итоге ничего не получится. Да и конкуренция со всех сторон жмут. Если есть какие-то ниши, надо пробовать. Да, поэтому я пытаюсь её занять, пытаюсь, но очень тяжело. Очень-очень тяжело. Ну, борись, борись. Надеюсь, да, что... Что с этим датчиком? Как ты мне поможешь? Смотри, я могу через Био-Ебэй заказать. Ну, от себя свести. Тебе телефончик по домам дам. Закажут. Но он придёт где-то, может, через месяц. Ну, зато... Зато он будет дешевле, я его соберу и пусть будет. Второй вариант можно с Польши попробовать, с Варшавы. И третий вариант. У меня там коллега в Полоцке, Коля Гимбицкий есть. Он баптист. Они с Америкой баптисты очень сильно как-то... У них отношения какие-то хорошие. Общество их не любят. Я понял, почему он там говорит. Я вот для всех пистолеты заказал, покрасочные. Я говорю, как ты заказал? Я говорю, а если я его тебе не куплю? Да ничего страшного. А там как, получается? Он мне объяснил. Он заказал, человек их проплатил, а он человеку деньги отдаст уже после того, как здесь кто-то заберёт у него. Там, говорит, ничего страшного подождут. Там, говорит, не проблема. Ну, так и у них, у них так всё. У них десятина. Вот вообще в христианстве и в православии тоже есть десятина. Да, десятина есть. Но только у нас про десятину все относятся к этому. А что это я должен давать десятину? Да. Так ты же пойми, дашь ты десятину, тебе же потом помогут. То есть у нас это... Причка в чём, что десятина, по сути, это как бы... Смотри, эти традиции, они ещё до христианства были. И это просто был государственный налог, если так вот нашим современным языком говорить. А сейчас у нас вот такая вот десятина, если посмотреть на государственные налоги платят. Статина у нас. Да, да, да. А тогда это просто была реально десятина. То есть ты там, допустим... Да. И не жалко было отдать, потому что больше с тебя ничего не возьмут. Если разбойники только не ограбят. Зерна там собрал, килограмм отдал. Да? Вот. И всё. Так отдал килограмм почему? Потому что когда у тебя нет урожая, ты пришёл к этому наместнику и сказал, помоги мне. Он тебе не сказал-то это. Он тебе говорит, ты десятину уносил мне? Всё, иди гуляй. А если ты уносил десятину, без проблем. Вот тебе. На, чтобы тебе пожить хватило до следующего урожая. Для этого делалась десятина. Не для того, чтобы собрать и набить себе карман. Да, да, да. Это мы уже себе набиваем брюхо от жадности. И этот набивает брюхо. Посмотри, сколько он с нас дерёт. Ну как можно столько с людей драть? Люди уже тунеяство ввёл, закон о тунеястве платит. Так давайте будем нормально разбивать. Что значит тунеяство? Тунеяство это вот он сидит под забором, бухает, не работает, занимается всякой хернёй. А если человек работает у себя на огороде, почему я должен платить тебе налог? Я от тебя ничего не получаю. Я работаю на своём участке. У меня жена работает. Я копаю огород, сажаю картошку, развожу свиней. Это мясо кушаю. Ем эти яйца. Даю эту корову, пью это молоко. Если я сажу землю, я тебе землю в аренду дал, так я тебе плачу за землю в аренду. Какой ещё налог от тунеяства? Вы о чём, люди? Ну это здравый смысл. Они по-своему как-то думают. А у нас нету здравого смысла. В политике никогда нету здравого смысла. У меня один знакомый хороший есть, депутат. Он мне говорит, Саша, в политике нету здравого смысла. В политике есть такое понятие, убей всех, кто рядом с тобой. Не дай им выжить. Вот это политика. И он говорит, это везде, это не только у нас, это везде политика. Убей рядом стоящего. Тогда ты займёшь его место, а твоё место не займёт никто, потому что твоё место есть твоё. А вот его место надо занять. Если ты его не убьёшь, он тебя убьёт. Ну, в переносном смысле. Ну да, да, не в буквальном, что там, убей, зарежь, а именно вот, ну... Морально при душе. В смысле, что да, ты займи нишу, уничтожь, будь сильнее, будь выше, будь могущественнее. Тогда ты кем-то добьёшься. Это, это политика, ну, то есть, это вот, как сказать, мировоззрение, это вот американцев такое. Вот у них такое мировоззрение. Они должны быть, всея мира всего. То есть, они миром правят. Ты же посмотри сейчас, Обама, что только не скажи. Так и у них политика же идёт. Мы американцы, наша нация, мы за нашу нацию, мы нация, мы выше всех, мы лучше всех, мы сильнее всех. У них это очень-очень сильно пропагандируется. И у них, заметьте, ведь каждый пятый американец считает, что он святой. Вот реально, я смотрел Познера, по Познеру, и он проводили, типа, опросы. Он говорит, ведь американцы, говорит, вот посмотрите, они каждый пятый считают себя святым. То есть, для них святой, это если он никого не убил, там, ни у кого ничего не украл, скажем так, в церковь в два раза, раз в неделю сходил, и ещё там пару критерий, он уже, значит, святой. То есть, он живёт, как бы, ну, правильно. А всё остальное, которые заповеди Божьи, для него, это ничто. То есть, это придумали непонятно кто. Да и народ сейчас посмотреть. Я хорошо одного Дмитрия Смирнова и патриарх Кирилл сказал, я очень хорошо запомнил слова эти, надеюсь, до своих детей донесу и запомню это на всю свою жизнь. Как он сказал, правда есть одна. Вот Евангелие от Бога, правда. Всё остальное, это домыслы людей, это до, как это сказать, до глаголонье. Есть глагол, а есть под глагол, есть до глаголонье. То есть, договаривают, додумают, домысливают. Всё. Не может быть такого, что сказано, не убей. Значит, не убей. Как человеку можно убить? Можно его словом убить. Ведь как, возьми любые там писания, сказано, гвоздь в доску вбил, вытащил, а дырка осталась. Так же вот плохой человек, как сказано человеку плохой. Он сказал ему, как гвоздь в доску, ему в душу вбил, и вся вот душа в дырках от плохих слов. Поэтому, не сказано, не укради. Значит, не кради. Не сказано, не кради у государства, или не кради близнего своего, а кради у государства. Не сказано, не укради. Всё. Всё остальное, нарушение закона. вот и все поэтому эту тему можно много говорить а народ как глагол разглагольствует такая как пообщаясь с людьми я на веру христианство православия стараюсь не беседы потому что у меня в этом направлении я начинаю злиться ругаться говорю где моя шашка сейчас достану корсику вас на котлеты но что по-другому не могу потому что люди начинают уже богохульство и такие вещи ну и считаешь ты свою точку зрения вот такой вот живи с ней никто не против но зачем говорит что навязывать навязаны не просто навязывать говорит о том что бог это не бог я же не говорю и этим там буддистам что ваша будда это какая-то баба там извините меня мутант 8 рук это просто какой-то мутация произошла там на почве там беспорядочной жизни там с обезьянами там или с коровами что они говорю буду живете буду живить зачем гриша бог там такой-то но зачем ты на себя нагнетаешь тебе не хочешь ты правду слушать не ходит твое право это бог дал тебе мне всем основном дал право живи как считаешь нужно вот есть путь один узкий тернист и есть путь 2 большой свободный широкий я сейчас вот было вчера праздник покрывай пресвятой богородицы было на празднике в церкви хоровозил и батюшка сказал одно из главных добродетелей это рассуждение христианских верхушки его можно ставить поэтому рассуждение мы порой часто сами его избегаем этого рассуждения а здесь надо вот как ты говоришь рассуждать что вот почему так почему да сидят утверждают я один пришел назвал бога ёши то есть не иисус христос а ёши у него было ёши имя второй сидит ему доказывает это по ветхому завету то есть ну по ивриту ёши имя допустим если ты меня рушь александр меня зовут саша это иосиф просто вот как как и допустим то александр и отцена вали саня да так же я александр меня назвали сами это же не значит что если меня зовут саша меня зовут неправильно ну то есть вот это а это вот уже вот тут просто нет вот так вот ну тогда значит не называйте меня саша или саня называйте мне александр а если как по правильному так именно да правильно называть вячеслав значит вячеслав ярослав значит ярослав она смотрится телевидение здесь и я всегда начинает мудрствовать то есть люди не рассуждают на тему за число и для того чтобы понять а люди начинают мудрствовать показать что они умнее других округом одни идиоты которые у которых затуна манены глаза и они пребывают в стадии фаре ну поэтому ну что попили поели велись да 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 пойдем и работаем занимается всякой хернёй а если человек работает у себя на огороде почему я должен платить тебе налог я тебя ничего не получаю я работаю на своем участке у меня жена работает я копаю огород сажаю картошку развожу 7 свиней это мясо кушаю я мыть и яйца даю эту корову пью это молоко сажу землю я тебе землю в аренду да так я тебе плачу за землю аренду какой еще налог от у меня вы о чем люди но это здравый смысл они как-то они по-своему как-то думаю а у нас нету здравого смысла в политике никогда нету здравого смысла у меня один знакомый хороший есть депутат он не гри саша в политике нету здравого смысла в политике есть такое понятие убей всех кто рядом с собой не дай им выжить вот эта политика и он говорит это везде это не только у нас это везде политик убей рядом стоящих тогда ты займешь его место а твое место не займет никто потому что твое место есть твои а вот его место надо здесь его не убьешь он тебя убьет но в переносном смысле ну да они не буквально что там убей зарежь там а именно вот ну морально при душе смысле что да ты займи нишу уничтожь будь сильнее будь выше будь могущественнее тогда ты кем-то добьешься это это политика ну то есть это вот как следать мировоззрение этот американцев такое у них такое мировоззрение они должны быть все я мира всего то есть они миром править посмотри сейчас обама что только не скажи так и у них политика же идет мы американцы наша нация мы за нашу нацию мы нации мы выше всех мы лучше всех мы сильнее всех у них это очень-очень сильно пропагандируется и у не заметить каждый пятый американец считает что он святой вот реально я смотрел позднера по позднеру и он проводили типа опросу он горит ведь американцы говорит вот посмотрите они каждый пятый считает себя святым то есть для них святой это если он никого не убил там ни у кого ничего не украл скажем так в церковь в два раза раз в неделю сходил еще там пару критерий фон уже знаешь святой то есть он живет как бы ну правильно а все остальное которые заповеди божьи для него это ничто то есть это придумали непонятно кто да и народ сейчас посмотри я хорошо одного дмитрия смирнова и патриарх кирилл сказал я очень хорошо запомнил слова эти надеюсь до своих детей донесу и запомню это на всю свою жизнь как он сказал правда есть одна вот евангелие от бога правда все остальное это домыслы людей там да как это сказать до глагол они есть глагол а есть под глагол есть до глагол не то есть договаривают додумают домысливать все не может быть такого что сказано не убей значит не убей как человеку можно убить можно его словом убить ведь как возьми любые там писание сказано гвоздь в доску убил вытащила дырка остава так же у плохой человек как сказано человеку плохое сказал мой к восьмдовскую нам душу убил и сяло душа отдыхает от плохих слов поэтому не сказано не усказано не укради значит они не сказано мне кратил государство и нику residents у вас о корни у государ recover не укради все все остальное нарушение закон вот и все поэтому эту тему можно много говорить о народ к глагу разглагольствует такая как пообщаясь с людьми я на веру христианство православия стараюсь не беседы потому что у меня в этом направлении я начинаю злиться ругаться говорю где моя шашка сейчас достану вас на котлеты но что по-другому не могу потому что люди начинают уже богохульство такие вещи ну и считаешь ты свою точку зрения вот такой вот живи с ней никто не против но зачем говорит что навязывать навязывание просто навязывать говорит о том что бог это не бог я же не говорю и этим там буддистам что ваша будда это какая-то баба там извините меня мутант 8 рук это просто какой-то мутация произошла там на почве там беспорядочной жизни там с обезьянами там или с коровами что не говорю буду живете буду живить зачем гришу бог там такой-то но зачем ты на себя нагнетаешь тебе не хочешь ты правду слушать не ходит твое право это бог дал тебе мне всем основном дал право живи как считаешь нужно вот есть путь один узкий тернистый есть путь 2 большой свободный широкий я сейчас вот было вчера праздник покрова пресвятой богородицы было на празднике в церкви хоровозил и батюшка сказал одно из главных добродетелей это рассуждение христианских верхушки его можно ставить поэтому рассуждение мы порой часто сами его избегаем этого рассуждения здесь надо вот как ты говоришь рассуждать что вот почему так почему до сидят утверждают я говорю я один пришел назвал бога ёши то есть не иисус христос а ёши у него было ёши имя 2 сидит ему доказывает это по ветхому завету то есть ну и по ивриту ёши имя допустим если ты меня рушь александр меня зовут саша это иосиф просто вот как как допустим то александр и антенали саня да так же я александр меня назвали сами это же не значит что если меня зовут саша меня зовут неправильно ну то есть вот это а это вот уже вот упор что нет вот так вот тогда значит не называйте меня саша или сами назвать мне александр а если как по-правильному так именно да правильно называю вячеслав значит вячеслав ярослав значит ярослав но нас смотрится телевидение здесь и я всегда начинает мудрствовать то есть люди не рассуждают на тему за число и для того чтобы понять а люди начинают мудрствовать показать что они умнее других округом одни идиоты которые у которых затуна манены глаза и они прибывают в стадии эйфории ну поэтому ну что попили поели да 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 пойдем работать какие двух метров вот вот у меня рука пистолет всегда должен быть перпендикулярно повернуть включать закрашивать а потом я ставлю средства подмашивания залазю и лезу крашу дальше но я не крашу он может тебе и на два метра краску дубасе поставь сто тринадцатая сопло я могу с этого расстояния вот у колон украсить вот так вот я ее покрашу но только у меня расход будет там не 100 грамм на квадрат а пол килограмма как минимум вот и и поверхность у меня будет я буду вот так вот дуть у меня на вот этом эллипсе будет вот здесь вот на точке будет одна толщина а там будет другая краситься именно вот так плюс поворотный углыш надо выбирать почему награка сопло подбирается сотка почему они не идут все там 320 почему они идут сотка двойка тройка пятерка шестерка это угол распыление то есть поверхность ты берешь вот так вот выставляешь вот он у тебя сюда красят потом ты переходишь красив сюда у тебя стыковочный шов идет на стыковочном шве допускается разница если не кратишь вот так вот угол голевом никогда не полный нет ты когда на угол ставишь у тебя всегда здесь будет больше краски а здесь у тебя слой не будет ты должен ставить у тебя по углам должна красить Ну, то есть, грубо говоря, вот так вот должен все-таки ставить. Ну, так ты его не поставишь, потому что у тебя будет туда уходить. Ты ставишь сюда, у тебя здесь получается, она захватывает грань по краю идет, здесь у тебя закладывается сюда. Потом ты переходишь, ложишь сюда, она у тебя захватывает здесь, там по краю. У тебя получается просто чуть-чуть смещение грани. Ну, я понял. А когда ты так красишь, у тебя уходит перерасход, да. Оно уходит, потеков не будет, у тебя будет перерасход, потому что оно у тебя будет выбивать в две стороны. А так ты ложишь, у тебя, ты смещаешь просто поверхность на каких-то там пару миллиметров, она у тебя ложится, и ты так вот пошел. В зависимости как ты ложишь, если ты сюда положил, значит ты пошел против часовой стрелки. Если ты отсюда положил, значит пошел по часовой. Вот и все. Ну, полезно, я буду сам тебе вращаться. Почему так делается, потому что ты когда красишь, допустим, угрунтованное покрытие, то есть другого цвета, а потом ложишь белую краску. Ты уже, я вот Слава у тебя видел на моменте, где-то стену красил, да. Уже ты там, помнишь, ты где-то красил стену, а потом раз со стороны посмотрел, подошел, подкрасил. То есть, когда ты не видишь, где у тебя разница, то есть здесь ты покрасил, ты видишь коричнево-белое. А вот потом, когда ты не видишь, вот этот момент очень сильно пропускается. Но в отделке, вот именно вот в отделке больших поверхностей, там есть один момент по сравнению с металлом. Почему тут нету у тебя граней? В металле сложность грань, то есть ты должен всегда выбирать грань, то есть углы. Потому что он не впитывает металл или что? Нет, потому что ты ложишь четко толщину слоя по граням, по полосе ты ложишь. А когда ты наносишь по покрытию большой поверхности, ты пистолет уже держишь дальше. И у тебя, когда окончание идет факела твоего, он уже не плотной струей ложится, а он уже идет как разбитой кисточкой. То есть, когда ты металл красишь, он у тебя должен плотной струей ложиться. Ты и давление должен выбирать, и расстояние должно быть. Он тебе должен четко вот раз так, ты так дунул, и вот так полосу такую. А на большую поверхность ты его ставишь, и он у тебя такую жирную полосу выдает. Вот это разница. Вот когда здесь ты красишь, у тебя должна быть жирная полоса. Для чего? Когда переходы у тебя идут, за счет того, что у тебя жирная полоса, края, у тебя слой не ложится тот, который у тебя ложится в середине твоего распыления. Ну ты в середине больше, толще слой, по крайней мере. Да, по крайней мере. И ты поэтому можешь делать нахлёст. То есть ты не встык слоевой, здесь ты ложишь слой встык один к другому, а здесь ты делаешь нахлёст, потому что он у тебя ляжет один и другой, недостаточно на краях, он у тебя когда перекладывается, он у тебя ложится то, что у тебя в середине. И потом при высыхании он у тебя ложится, получается ровно высыхает. Плюс материал, ты когда его ложишь, у него одно заполнение, а когда он высыхает, он начинает что делать? Он начинает расползаться. Ну да, да, да. Он расползается, занимает свою поверхность. Вот и всё. А вот ты слабо красишь, когда стены. Ты вот так красишь или вот так? На всю руку? Нет, я вертикально красую. Сверху вниз лучше красить. Да, да. Почему сверху вниз? Потому что когда ты заходишь, у тебя даже при попадании луча, у тебя краска играет как по стене. Ну то есть перехода всё равно не видно. А когда ты покрасишь вдоль, у тебя будет виден плавающий переход. Ещё дополнительно скажу, когда вдоль идёшь, ты идёшь вдоль, там уже может высохнуть. Да. А здесь по короткому пути. Так вот, Денис вдоль красит. Я не могу понять, как можно лучше красить. Ещё один момент вдоль. Почему? Потому что даже при том, когда ты красишь вот так, да, ты пошёл вот так, ты когда потом смотришь ровность поверхности, да, при любом преломлении луча, у тебя не везде будет пробивать, допустим, где-то у тебя нахлёст будет. Если вдруг где-то ты дашь. Ага. В определённом месте. Но когда ты покрасишь вдоль, ты вот так встанешь, и у тебя полоса будет видна по всей длине стены. То есть если где-то ты профукаешь, да, у тебя по всей длине стены будет видна полоса. Он ещё учится. Он учится, учится. И плюс... Нет, так он с таким доказывал там вообще прям. Плюс смотри, если ты красишь вот так, у тебя рука, потолки у нас все 2,20. Да. Но даже пусть у тебя трёхметровые потолки, ты всё равно выставляешь, тебе не надо как на металле, да, расстояние иметь. Ты всё равно 3 метра, 2,50 ты достаёшь. Суточку. Плюс, если даже так ты ставишь удочку, 3 метра ты достаёшь. И ты все равно её поставил, и ты её вот так вот отошёл, подошёл, покрасил. Правильно? Неуверенно чувствую, что ты перешёл. А здесь ты красишь, ты её красишь, идёшь. Да ё-моё, блин! Не, а он красит, я видел, он же ролик показывал, он красит пятнами. Вот он берёт полосу вот такую, идёт так. Это машины так красят. Вот так вот идёт. То есть человек, человек может быть красил машины, это большая разница между машинами. Машины красятся элементами. То есть машина не красится вся, она красится элементами. То есть сначала красится крыло. Если даже вся бочина красится Красится крыло Потом от крыла делается переход на дверь Красится дверь Потом от двери на вторую дверь И поэтому получается переход Этот переход выравнивается лаком В отделочных работах это недопустимо Тем более при безвоздушном распылении Это недопустимо Есть четкое понятие Снизу маляра Как маляр должен красить кисточкой конструкцию Сверху вниз Первое правило маляра Снизу вверх, сверху вниз Почему даже не сверху вниз А снизу вверх Потому что краску надо вытягивать наверх И поднимать ее А потом ее вниз затягивать Это четкое правило маляра Сила тяготения Вправо-влево никогда нельзя Потому что краска течь же начинает Это не факт Можно тоже покрасить Я имею ввиду с пистолета Если уже опыт большой Знаешь почему он говорит Почему он так красит Потому что говорит Я когда так крашу Вот у него удочка большая От этого От житролева И он этой удочке большой красит Он говорит Я когда крашу Я вижу сразу поверхность А вот если я так крашу Я поверхность не вижу Как я выберу А тут уже чувствовать надо Тут понимаешь Тут же момент какой Когда ты вот так красишь У тебя даже если где-то Перебор по слою У тебя краска течет вниз А когда ты красишь так Она тоже вниз течет У тебя вот этот шов Он у тебя течет вниз Но у тебя течет не одной струей А соплями У тебя соплями потекает И потом когда даже перекрываешь У тебя эти сопли все равно видны Потому что разная толщина покрытия И эти сопли Вот почему горизонтальную поверхность Горизонтальную поверхность сложнее красить Даже мы на балках когда красим Колонну проще красить Пусть она даже вот такая будет Все равно колонну красишь вот так Но когда красишь балки вот такие вот Их нужно красить вот так Вот тут вот есть момент Да ребята красят Но они красят как Они берут сначала Красят низ Низ Потому что чтобы верхний слой Не потек вниз А потом докрашивают вверх Дотягивают вверху Потому что если он красит вверх А потом вниз У него сопли на второй слой попадают Если он даже так красит Он должен сначала красить, начинать снизу И уходить вверх Но не сверху вниз никогда Ну да, да, да Короче, мы еще поговорим Обязательно Эти моменты, вообще мы хотим Небольшой форум сделать белорусский Игорь знает Мне в маске надо Чтобы меня не видели А то скажут, весь ютуб порвал Потом будут на улице Узнают иногда На улице подходят, говорят Благодарим, вы там американку наносили, спасибо Я же ей говорю, я Ленке сегодня Жене сказал, Слава, это он Лёше Делал отделку в квартире Какому Лёше? Говорю, Мельничку Да, я говорю, да Он говорит, Брест Я говорю, а ты думала Все, мы тогда поедем Все, на телефоне, Слава Дай бог тебе, чтобы работал И только тебе пользу приносил Все А ты сейчас куда? Я тебе еще... Ты к Сереге поедешь Будешь брать этот бункер, смотри Не трогай Приветствую, друзья Ну, сейчас заехали к Сереге Борисенко Игорь еще и бункер будет покупать И заодно я сделаю на своем канале Обзор оборудований Серега распродает все И он коротко еще расскажет В этом оборудовании Даже камеру не буду выключать Как есть, снимаем Серега, там кто-то спрашивал Как породы называется? Американский старт-фашистский терьер Ева Не-не-не-не Иди ко мне Ой, как она держит Это отец ее Ага Понятно Да пошли покажи Пошли О, там бакулинный контейнер Получается все элементарно просто, если ты ее сюда вставляешь, помнишь, у меня такая штучка была с этой, она отломалась, ну, вы доставали очень плотно просто, то есть, ну, можно просто взять, как вот я у Кирилла видел, он просто кусок фанеры прикрутил прямо на шурупы, и она просто доставилась, потому что она очень плотно сидит, очень плотно, здесь тяжело доставать, да, 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 плотно сидит, получается, если была серая, труба, на серой трубе резинка чуть-чуть, ну, мягче, а это как эти коричневые трубы, там жесткие, потому что они для земли предназначены, ну, вот, все элементарно, то есть, вот, сюда вставляешь насос, все это промывает, так, а что рукой нельзя, руку всунул сюда, раз, промыл, 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 да, ну, да, как кому, я обычно просто снимал и прямо ставил ведро под марк, и под давлением все это промывал, ну, смотри, забивается до сюда, 90 литров я заваливаю, спокойно работает, то есть, закрыл, он крепкий, то есть, понятно, у Кирилла просто польская, но там чуть мягче этот, пластик, здесь такой пластик, у него тоже, да, но он с мусорки, но он с Польши привез, у него единственное, что мне понравилось, у него вынос колес, у поляки делали сюда шире, то есть, устойчиво, понимаешь, но так, за счет того, когда тут уже его нагрузишь, поверь ты мне, его подвинуть просто нереально, вот, это мы делали, типа, пробный тестер, вот так хотели сюда, ну, вставляли, видишь, но это очень трудно вставить, он, получается, сосет отсюда, но, в принципе, то же самое, лишних, на всего лишь на один лишний литр больше съедает, и все. Все, там три фальшна, то есть, три пола, все на уголках, то есть, не пропалит ничего. А что значит, на один лишний литр больше съедает, то есть, вот, если эту вставлять, потому что, видишь, когда он сосет, он заканчивает вот так, когда шпаклевка опускается, вот так, чик, и все, он эту часть не сосет, то есть, ее не высасывает. А когда мы эту вставляли, она, видишь, чуть ближе к дну, и, ну, на один лишний литр, а зато геморрой ее всунуть, ну. А сколько вообще литров остается в дне? Вот, вот так. Ну, короче, литр, может, и остается. Да, не больше, вот, единственное, он всасывает полностью, допустим, ты работаешь, второе, хоп-шко, и помп, поскидывал, поскидывал, и все, вот так вот, то есть, насос утапливается досюда, и вот, где насос заканчивается, столько остается шпаклевки. То есть, он съедает практически все. Для полимерной шпаклевки ты оставил на следующий раз, и все. Нет, ну, удобная штука, как бы, честно говоря. Только ролики сейчас. А, ну, ну, а что, там еще оборудование снимешь? Обзор тоже снимешь потом? Конечно, снимешь. Обзор мой, смотри. Ой, Серега, какие красавцы, как они мне нравятся. Слышишь, может, на свет, или включи, может, хотя бы, тогда. А, нет, ну, так вот, посмотри. Вы, включи, включи свет, чтобы это самое. Тут даже свет включишь, не будет видно. Ну, давайте сюда. Да, давай, 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 сюда. И коротко расскажешь, что они тоже продаются, Серега. Ну, так выкидывал. Ну, так выкинул, сколько у тебя там, 60 до 100 просмотров у меня хоть можете смотреть? Ну, смотришь, видишь, это все новое. То есть, вот это в комплекте будет, идет в комплекте. Три сопла новых, клиншот, три покраски, четыре прошел. Две удочки, железно-металлическая. И также еще плюс два пистолета. Это все идет в комплекте. То есть, вот это все я отдаю в комплекте. А чем это одна-другая? Это алюминиевая. Намного легче, если ты можешь взять. А, повески держишь? Конечно, конечно. Я красил этой, когда пистолет заваливаешь, кисть заваливает. Да, да, да. А эта алюминиевая не заваливает. Пистолет, вот какой-то из них для гидроизоляции тянет, по-моему, это. Вот это, да. Вот это предыдущий. Двухпальцевый, да, да. Вот это предыдущий моему. Этот последний. В данной ситуации, это последний покрасочный. А это пред ним. Ну, то есть, ты сам знаешь, что я педантично отношусь. У меня все новое. О, ну, да, да, да. В идеальном состоянии, конечно, у тебя. То есть, я очень люблю это оборудование, поэтому всегда слежу. Давай, Серега, коротко продвижимся. Ты расскажи технические характеристики. Сколько он у тебя прошел и откуда он вывезен? Ну, то есть, коротко. Прошел. Ну, на видео, ребята, знают. Когда у него был обзор, это буквально было 4 месяца назад. То есть, обзор мы покрасили кафе первый раз. То есть, по видео можно отследить, когда он начал работу. После кафе он покрасил дом 150 квадратов, вот который тоже там минимальное видео. Ну, потом две квартиры. Ну, то есть, пробег он, можно сказать, как для машины, сказать, он даже обкатку двигателя не прошел, честно говоря. То есть, все новое, все работает изумительно. Третьего поколения, хочу обратить внимание, если кто будет покупать. То есть, как бы, еще, а, видите, он еще от Американец, еще в комплекте идет преобразователь, который стоит всего один преобразователь 250 долларов. То есть, с покрасчиком плюсов просто пипец. На 5, на 5 резеток. Да, он еще 220. Он 220 делает. Стабилизатор напряжения и преобразователь. То есть, ну, реально можете посмотреть. То есть, удочки, пистолеты, клиншот 250 у нас стоит, если я не ошибаюсь, правильно? Да, да. То есть, 250 клиншот, 250 преобразователь, минимум по сотке пистолет уже почти 700-800 долларов, только плюса. И новый аппарат, то есть... И по десятке давай посмотрим. Десятка, ну, десятка, красавчик, мой красавчик. Ну, вот, вот этот преобразователь американский, то есть, американское оборудование, американский преобразователь. Ну, так как я люблю Америку, у меня все с Америкой, только с Америкой. Серега, ты Беларусь тоже любишь, не говори. Не, ну, да, согласен, вот в десятке новый шланг, не пользованный, с переходником, то есть, он еще даже, ну, не работанный. То есть, я не пробовал, потому что не было таких высоких объемов, что, допустим, 40 метров там надо. Вот, десяточка моя. Вот, кстати, я сейчас звонил только что на Лиду, Грака перестала окомплектовать десятки таким брелком. То есть, проконтакторы уже не идут. А он на шланг присоединяется? Да, да, да. То есть, уже я вот просто, ну, буквально перед тобой звонил, хотел спросить, сколько стоит, будет определенный... Это типа как пульт управления? Да, дистанционный, вот, видишь, здесь есть, видишь, такая, как бы, вышка нарисована. То есть, когда до конца опускаешь, ты регулируешь И. То есть, ты, допустим, доходишься, допустим, если ты знаешь, сделаешь двухэтажки, трехэтажки. То есть, аппарат стоит на первом, ты на третьем, 90 метров действия, добавил, убавил. То есть, это очень классно. Я был даже, как делал коттедж, у меня аппарат стоял в гараже, на первом тоже я находился на втором. То есть, я мог спокойно регулировать давление. Классно, классно. То есть, все рабочее. Смарт-контроль. Все новое, да. Шланги, шманги. Все. Поменен ремкомплект месяц назад, то есть, можно не заморачиваться. Вот, шарик поменен. Еще и в комплекте есть керамический. Это, конечно, если будете работать не шпаклевками, допустим, чем-нибудь полегче. Вот керамический шарик. Стоит сейчас металлический новый. Набор сопел. Сопел, да. Это герметик, специальный красный американский. Вот я тут все это под герметизм. Ну, как говорится, техосмотр проходил. Когда уже ремкомплект меняли, то мы все на герметик новом посадили. То есть, все работает. Все продается, так что... Да, все продается, все продается. А, и даже эта штука стоит, да? Шланг-шланг. Да, да, да. Кстати, очень удобная вещь. Здесь пистолет, вот то, что вот хорошая прямая подача. Ну, это уже комплектуют десятки именно такими пистолетами. Потому что они для тяжелых смесей. Они для тяжелых смесей за счет того, что сопротивление жидкости идет минимальное. То есть, практически выход идет как прямо с шанга. За счет этого, да. Очень люди звонки. Для шпаклевки такой пистолет лучше, да? Да, да, да. Но он, я тебе хочу сказать, он лучше для потолка и для стен. Так как тебе удобно наносить потолок и стены. Но, конечно, вот этот голубой, как у тебя идет, в семерках комплектуется, да? Блю плюс. Он удобен, допустим, откосы, когда тебе нужно держать именно как пистолет. Маленькие бортики, ну, представь, им вот так вот неудобно заламываешь шкист. Вот я даже, когда не, ну, еще как бы не собирался продавать, я уже почти купил. Почти его купил. Именно для того, чтобы, иногда бывает, берешь объекты, много откосов, много всяких бортов. То есть, маленьких ниж. Взял маленькое сопло, 517, 521 синее, задул и удобнее. А им, как бы, ну, то есть, кисть заламываешь немножко неудобно. Так? А для больших объемов, для потолков и для стен, им вообще взял большое сопло, тебе удобно. То есть, насос особо сильно не напрягается, потому что смесь практически прямо лопит. То есть, нет, вот как голубом, там, 90 градусов. Он, получается, втыкается, игла открывается, и он выходит. Он сначала бьется потолок. Забивается даже. Вот, да. А здесь нету практически такого. То есть, прямоток. Хлоп, и все. Вот, так что, шланги, шманги, все в комплекте. Что, ты 517-м уж попелку наносишь? 517-м, блядь, борты маленькие. Синий 517-м, подкосы, борты. А, синий 517-м. Синий 517-м. Да, 521-м, борты тоже я делаю. То есть, у него распыл маленький. А знаешь, как борты? Борты надо аккуратно сделать, чтобы не сильно переливать. А там, просто классно. То есть, маленький напыл, лучше еще два раза лишних прошел где-то, чем, допустим, ты взял 635-м, или 630-м, или 620-м, коричневая, где просто валит давление. И все, ты залил. А так, поднапылил, поднапылил, как бы. Нормально. Ну, все, приходится время, знаешь, как говорится. Все приходит, все потом и приходит со временем. Дай, слайки, я поставлю. Ты что, ты не совсем? Ты не знаешь вообще все? Нет. Причем к новому жизнь? Как говорится, в жизни нужно все попробовать, как я считаю, правильно? То есть, вот, съезжу, попробую, посмотрю, то есть, как говорится, что там новое. Потому что я вот вчера разговаривал с американцем, вот, дядь Володя, у меня сосед, как бы, планета Орук, эти уголки все, как бы, вот я с ним разговаривал, он говорит, Сергей, у нас не делают так, как в Беларуси, они смеются, говорит, зачем вы шпаклюете гипсокартонную кремлю? Нет, это маняк, а у них там все просто. Да, он говорит, у нас нет такого, сколько за дело зашлифовали, покрасили все. У них там дом купил, взял в Алек, сам покрасил его за день весь дом, и все, и не палишься. Ну, что, ты будешь, нет? Буду. Ну, все. То есть, как бы, там никто не парится за это, там все практически, все как-то просто, вот он говорит, Серега, ну, нет такого. Ну, Серега, ну, видео обязательно оттуда снимай, обучающее, мы где-то что-то будем почерпывать. Он нелегкий. Не, он нелегкий за счет того, что пластик, смотри, какой столбкий пластик. Ага, ага. Он за счет этого, но за счет этого у тебя дополнительно, то есть, ты вот где-то, как будто удар, вот так, ну, сейчас ты тебя знаешь, больно даже костями бить. Ну, да, да, да. То есть. Так что, Серега, давай, снимай оттуда тоже. Слышишь, если вдруг что? Ай, доставим. Да, вот, видишь, все пошло под продажу. Это вот это, самый первый бункер. Вон стоит. А, ничего себе. Из двух ведер, да, это старичок. Слушай, я это даже не видел и тебе это не показывал. С чего мы начинаем? А ну, покажи, покажи, покажи. Но он реально работал, нет? Ты что? Он отработал 150 квадратный дом. Мы им отшпаклевали. Потом, когда мы ушли на продом. Это как у Саши или уникальный? Да, да, да. Вот, видишь, все. Это самый первый был бункер. А, ну, конечно, да. Здесь немножечко. Ну, то есть, понимаешь, сюда тоже заколебываются, домешивать и доливать. Это ядро для него пшик. Он, на стену его нету. Понимаешь, и все. И нам стало мало. Мы что-то начали думать, думать, думать. Ты знаешь, как человек. Когда чего-то хочется, всегда добьешься. Посмотрели. Взяли фотографии этого бункера. Граковского, американского. То есть, и сидели, планировали на площадке. Мои ролики посмотрели. Да. Смотрели ролики, смотрели, как что сделано. И, в принципе, прикинули там особо. Мозга не надо, чтобы его сделать. И все. Поехали купили мусорный контейнер. Чик-чик-чик-чик. Все это начали планировать. И все. И все лицо там вышло. А это получается вот это крепление? Это крепление, вот где шурупы, стоят уголки. Мы сделали, чтобы, знаешь, как все-таки ребро жесткости. Пластик есть, не есть, но все равно может проломаться. А за счет того, что есть ребро, площадь большая, как бы, жесткости, он нормально держится. И вот на этих уголках один пол сидит, фальшпол. Потом вставлен, как бы, трап. Вот тут беленький. Вот он вставлен. Он зафиксирован, вот на шурупы, в тот фальшпол. И это уже финишный фальшпол, уже поверх этого пола. А здесь за силиконе? Да, да, да. Все, нигде ничего не выходит. Там уже даже где-то, если были какие-то маленькие микро-проплывы, уже шпаклевкой все это забилось, закрессовалось. Все там уже в другой степени. Ты что, за сколько? Ну, уже может не в камеру. Ладно, камеру выключаю. Все, я отошел. Я пошел гулять по дому. Серега строится. Долларов. Ну, плюс...